Я расскажу о школе, которая называется Стивенсон, она расположена в Калифорнии. Чем же интересна эта школа? Ну, прежде всего, высокими результатами по подготовке к экзамену SAT. Это раз. Второй момент. В этой школе есть достаточно хороший опыт работы с международными студентами, то есть вместе с американскими студентами, которые точно также проходят отбор, иностранные студенты вливаются очень плавно в коллектив и начинают очень быстро осваивать те предметы, ту систему образования, те дополнительные навыки, проекты, участие в командной работе, которые потом будут, прежде всего, интересны университетам. Школа номер два, называется The Assinian. Эта школа также расположена в Калифорнии. Что удивительного в этой школе? В этой школе, прежде всего, ваши дети научатся строить самолеты. Есть такой предмет, который называется инженерный дизайн. Проект начался в 2012 году, где вручную собирается абсолютно действующий самолет, двухместный самолет, и все, начиная от заклепок и заканчивая оформлением кабины двигателями, дети делают под руководством преподавателя для того, чтобы закончить этот проект и дальше его уже продать населению. Это безумно интересно, когда ты не только теоретическими знаниями овладеваешь, но и получаешь практическое их применение. Математика, физика здесь будут самыми сильными предметами, поэтому не случайно каждый год 24-27 студентов получают приглашение в Стэнфорд, поступают и продолжают там свое обучение. Школа номер один – Хан. Эта школа расположена в Принстоне, рядом с университетом. Академическая среда, конечно, накладывает свое влияние. Школа ожидает, прежде всего, получить в своих стенах студентов, которым интересно межкультурное общение, которые хотят овладеть знаниями международного права, которые готовы помогать другим. У этой школы есть обязательства перед народами Азии, и конкурс невероятно большой. Из 418 претендентов из Китая взяли, например, всего только 12 человек. Конечно, когда школа имеет возможность отобрать лучших из лучших, то и учиться в ней становится невероятно интересно. И ты получаешь здесь не только академические знания, но и те навыки, которые тебе пригодятся не только при поступлении в университет, но и для дальнейшей жизни, потому что мир становится глобальным. И если ты получил такой навык видеть других людей, слышать других людей, понимать другую культуру, то дальше тебе в жизни будет значительно легче.